Всем привет! Не могла не включить камеру. Я куда-то заехала, меня навигатор завел. Я где-то в Кэмпбелл. Да, Кэмпбелл. Я еду к парикмахеру, но там не свернула, где мне надо. И, в общем, он меня так вот развернул, и я попала на какую-то улицу. Смотрите, какая она узкая. Там какой-то с правой стороны, там центральная улица, по-моему, это вот такая, как бы, символический такой центр Кэмпбелла. Этот даунтаун, так называемый. А здесь вот мы, видите, едем, как здесь строительство, новый дом строят. Здесь вот неплохой домик, красивый. Деревья, смотрите, какие необычные. Вот тоже симпатичные домики, но улица такая узенькая. Ну, сейчас вот эти деревья должны потом, да, сейчас листочки появляться, вот березка в частности, да, все будет здесь зелено. Наверное, так темно будет, если когда все это листвой покроется. Потому что уж очень узкая улочка. Вот мне здесь направо, по-моему, говорит. Сейчас мы с вами посмотрим, что это за улица, куда я съехала. Так, мне нужно на Миннесоту направо, а это Сеттл. С-E-T-T-L-E. Вот я выехала к этой центральной улице, Линкольн-Авеню. Такая же, они все примерно похожи, как Mountain View, Downtown, Los Altos, Palo Alto. Они такие маленькие, с магазинчиками. Нет высоток здесь. Вот все такое вот. Здесь люди не живут, по крайней мере, может, на вторых этажах, не знаю. Вот как в том здании, например. На первых этажах все-все-все. Это магазинчики, всякие ателье там. И всякие там службы, банки, бизнесы и так далее. Приехала к парикмахеру. Вот это вот облегчить, убрать. Ну и вообще оформить надо. Вот. У нас тут такие новости, такие новости. И, кстати, я не знаю, скажите мне, может быть мне правда. Я тут написала одной нашей подписчице, зрительнице, что, наверное, надо перестать снимать. Но представляете, так получилось, что нас пригласили в гости. У нас предстоит такая замечательная, радостная поездка. И теперь как же не снимать-то? Как не снимать? А не снимать почему, я сказала. Потому что вот сейчас я с вами разговариваю. И когда монтирую, я, конечно же, это вижу и слышу. И вы, когда смотрите, это вообще ужасу подобно, конечно. Что так скачет звук. И я не знаю, я правда попробовала все. Я и почистила. Я и сняла этот, попробовала без, ну, как его, чехла записать видео, прослушала. То же самое. Вот. Хотя с чехлом же это же было раньше. Записывала все нормально. Где-то не в чехле. Я не знаю. Может бы думала засорилась, прочистила, продула все. По колесам постучала. Не знаю. Наверное, придется что-то делать с телефоном. Но мне хочется, знаете, чем удобно телефоном снимать, он всегда у тебя под рукой. У нас есть камера GoPro, но с ней столько возник, конечно, знаете. Это нужно записать, потом перекинуть на компьютер. На компьютере нужно программу, чтобы все это смонтировать. А мне уж больно так, знаете, удобно. На телефоне я сняла, и на телефоне тут же в этом iMovie я все смонтировала, склеила, разрезала, все там поставила, чем не надо. Ой, без телефона как без рук. Как же мне снимать-то теперь? Я не знаю, что делать-то. Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать. Надо будет там... Сейчас марафет наведу. Подстригусь. Еще я другой оттенок выбрала. Мне этот оттенок не нравится. Выбрала другой оттенок. Сейчас поеду, его куплю. Просто его не было. Сказали, привезут тогда-то, тогда-то. Вот, надо будет сегодня купить. Возьму все, покрашусь. Поедем отдыхать. Наконец-то у нас будет такой, знаете, полноценный отдых. Потому что все, что до этого, мы, конечно, ездили много, но мы старались на выходные, знаете. Туда-обратно, туда-обратно. А какой-то отдых, особенно, когда ты едешь прямо почти к работе. Ты ночь не спишь, там мы едем в машине, утром Виталик на работу, например. Ну что это? Это же просто на выходные куда-то съездить. И приезжаешь никакой, потому что уставший после дороги. А тут прямо целую неделю у нас будет отдых. А вы представляете? У нас будет отпуск. Кстати, напишите в комментариях, кто что думает, куда мы поедем. Так интересно, у кого какие мнения. Кто угадает? Тому. Тому с полки пирожок. Я не знаю, может быть, даже что-нибудь вышли, кто первый угадает. Кто первый назовет место, куда мы едем. Ну, кроме родственников, конечно. Ольга, ты там не пиши. Ничего ты не выиграешь. Ты и так знаешь, куда и мама, и сына. Так что, не знаю, может, магнитик, может быть, или открыточку с того места пришлю. Может, так. Короче, пишите ваше предположение, что вы думаете, куда мы поедем. Куда мы поедем? Мы там еще ни разу не были. Если что, подсказка. Потому что писать Сан-Диего, это мы там были в Орегоне. Мы были. Ой, так классно в Орегоне. У меня самые приятные впечатления тоже от Орегона. Очень там красиво, очень зелено. Очень природа понравилась. А самое замечательное, это то, что мы видели полное затмение. Это было первый раз в моей жизни. И это незабываемые впечатления. У Евы тоже. Она хоть была маленькая, да? Ну, как сказать, маленькая. Она осознавала. Но я думаю, что у нее тоже на всю жизнь вот эти впечатления останутся от этой поездки. Мы не пожалели. Мы, конечно, устали тоже обратно. Ехали быстрее, чтобы на работу, туда-сюда. Это все, конечно, усугубляло тяжесть поездки. Потому что мы не спавшие там где-то. Там же в этот Салим приехало куча народу со всех штатов. Там ни гостиниц, ничего. Там сцены взлетели за комнату там, заоблачную. Я уже не помню, но, в общем, тоже разбирательства там были. Почему, типа, под этот ажиотаж так цены взлетели. В общем, там ночевать оставалось нерезонно. Что там больше тысячи долларов стоили там эти все комнаты, гостиницы. И уже ничего не было. И мы в машине, вы знаете, так калачиком. Мы до последнего не знали, что точно поедем или нет. Поедем или нет. Почему мы заранее не бронировали? Потому что мы хотели убедиться, какая будет погода. Поэтому какой смысл ехать в такую даль? Из Калифории 6 часов мы ехали туда, а обратно все 12. Ну, посмотрите видео. Там точно эти названы цифры времени, сколько бы мы потратили. Так вот, ехать такую дорогу, если будет облачно, тучи, если будут, то мы ничего бы не увидели. И когда мы увидели, что будет предстоит солнечная погода, ясная, без особых туч, облаков, то мы, конечно, рванули. И тяжело было. А тут, представляете, мы едем, нас встречают, нас ждут. Так приятно. Если вы смотрите, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Это прям так неожиданно было. Потому что мы вообще не планировали в ближайшее время куда-то ехать. Ну, раз пригласили, мы стали, я сразу, знаете, глаза загорелись. У Виталика тоже, ну, как-то Ева такая, ой, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. И мы такие, просто из-за того, что пригласили, у нас вдруг открылась возможность. Спасибо вам еще раз большое. Вот. Кто смотрит, это семья. Не буду говорить, откуда, потому что, опять-таки, я же попросила представить ваши варианты. Вот. Мы приедем, нас встретят, нам предоставляют жилье. Хотя мы в последнее время уже сами снимали гостиницы. Вот. Ну, чтобы никого не напрягать. Но я спросила насчет этого, и они сказали, ну, как бы даже думайте, вы нас нисколько не обремените. Нам, наоборот, даже приятно будет с вами познакомиться. Они хотели, изначально письмо состоял из-за того, что мы хотим с вами познакомиться. Приезжайте к нам в гости. Я такая, ой, Виталик, поездили, Виталик, надо ехать. Вот. Погуляет нас там, наверное, все покажут. В общем, потом ждите. Я думаю, что интересных видео будет много. И я, мы все в предвкушении. И это буквально там через неделю с чем-то предстоит эта поездка. И уже начинаем, я, думать, что я возьму. Ну, с этим, с покупкой билетов такие произошли сложности. Тоже вчера, это отдельная история, я пыталась купить билеты. Они взяли, два раза с нас чарджили. Я сегодня, вчера ездила в банк, пыталась, ну, сегодня утром проснула, все решилось. Слава богу, все решилось. Они все вернули деньги обратно. Я по новой заказала билеты. И теперь все, мы летим. Эта компания, она самая недорогая. Спирит называется. И там не предусмотрен багаж. Кстати, во многих я смотрю, в таких рейсах, которые вот тут вот, да, по стране, у многих стоит, что без багажа. То есть за багаж дополнительно доплачивать нужно. Ну, можно небольшие сумки с собой брать в салон. Что мы и сделаем. Я проплатила один багаж, 40 долларов. Это, ну, как бы туда положим такие вещи, как костюм, например. Мы же не можем без своей привычной жизни христианской. Мы возьмем костюм, там обувь надо будет. То есть небольшой чемоданчик красный у нас есть. Я за него проплатила. Он немножко выходит за рамки вот этого дозволенного, что можно взять с собой в салон. И все. И получается, сколько у нас, 940 с чем-то долларов, что ли, вышло. За три, за троих туда и обратно. Это самое, самое, что я, ведь я не один, ну, получается, два, почти три дня сидела на этих сайтах. Искала лучшие варианты. Я все испробовала. Я играла и с этими, с датами, и с нашими аэропортами. Потому что у нас есть три варианта вылететь и два варианта прилететь. Три варианта вылететь, потому что мы живем здесь. И у нас три аэропорта в пределах часа. Самый дальний это у нас Сан-Франциско час. А так Окленд тоже примерно, но чуть меньше будет. И Сан-Хосе. Из Окленда самые недорогие получились вылеты. Я вот и с аэропортами комбинации делала, и с датами, и с аэропортами прилета, и вылета. Ну вот, представляете, это самое недорогое, что я могла найти. Это туда-обратно на троих 900 с чем-то долларов с сумкой. А так было 903. Ну все, побежала. У меня подошло время подстригаться, чтобы не задерживаться. Все, всем пока-пока. Бай-бай. Ну что, я вышла. Покажу себе. Вот так меня подстригли. Надо только покраситься мне. Не нравится мне этот оттенок. Все. Мы решили немножко отращивать. Сзади почти не трогали. Чуть-чуть, чтобы просто ровно было. И вот здесь уши не стали открывать, потому что будем мы с ней до коры отращивать. А там сделаем как каскад. Как у меня было, мне нравилось, и я, в принципе, довольна была. Вот. Парикмахера зовут Насиба, если кому интересно, в Кэмпбелл. Кому надо, в личку могу дать, где она находится. Если кто-то ищет парикмахера себе. Она хорошо стрижет, мне нравится. Что еще хотел сказать? Смотрите, какой у нас дождь начался. Смотрите, какой дождь начался, когда я, пока я сидела, стриглась. И вот такая вот у нас погода. Сегодня 8 февраля. Вы знаете, я хотела сказать, пока стою на светофоре, что как приятно было. Вот сейчас какой-то приятный послевкусие осталось после посещения парикмахера. Насиба, ее зовут опять повторюсь. Очень приятная она девушка. Очень такая, знаете, вот добром от нее веет. Очень приятная и доброжелательная, очень милая. Как человек даже.